Будучи мэром, ты не стеснялся, не гнушался принимать участие в массовых акциях и пикетах, да? Вот в поддержку заключенных по болотному делу, например, против цензуры в СМИ и против присоединения Крыма к России. Ну, смелые шаги. Слушай, надо понимать одну вещь. Во-первых, я был избранный. Поэтому у меня другая свобода действий. Меня никто не назначал. Вот это вот огромная разница, и вы здесь в Украине этого не поймете. Вот у нас это понятно, а вы здесь не поймете. Потому что мы с тобой вчера сидели, разговаривали, пришел человек, который говорит, я вот сейчас занимаюсь, партию создаю, а у нас нет этой возможности и вообще никаких шансов. И вот такая разница. Так вот, избранный сориентирован на тех, кто его избирал, то есть на своих избирателей. А назначенный сориентирован на тех, на того, кто его назначил. Понимаешь? Ему пофиг там, что избиратели, еще такие избиратели. Вот его назначили, его избиратели не касаются. Ему главное, чтобы все тихо было и люди на улицу не выходили. Это один из основных критериев работы губернатора. Чтобы люди не выходили на улицу. Ну и вот, и, что-то же я умное говорил. Про пикеты. А, и смотри, очень интересная ситуация, в которую я попал. Вот присоединение Крыма. Оно для нас тоже было неожиданное. И я понимаю, как историк, какая-то чудовищная ошибка, что этого нельзя было делать, что это удар по стране нанесен. Ты понимал это. Фу, ты что? Ну я просто, я просто как историк эти вещи понимаю. И я понимаю, как надолго это закладывается вперед. Понимаешь? Во-первых, для меня сама ситуация некрасивая. Ну, у соседей, у соседей начался там скандал, между собой разбираются, в это время прийти и что-нибудь украсть. Потому что они там заняты. Хата горит, еще вынесем телевизор. Да, уже вот это было некрасиво. Но я же все равно в первую очередь, я думаю о своей стране. И поэтому, как гражданин России, человек, который любит свою страну, я понимал, какая-то чудовищная ошибка. И понимал, что этого нельзя делать, что эта история надолго, что это не проглотит. Я понимаю их логику. Они считают, да Запад там сгнил, да куда они денутся. Да схавают, все там проглотят. Да куда они денутся? Вот они так думали. А я понимал, что так не будет. Мало того, я разговаривал с Починком, но в ближайшие дни вот только произошло. Я говорю, чисто экономически, как себе представляете? Он говорит, да я считаю, 3-4 триллиона мы потеряем в ближайшие годы. Вот здесь вот, только там мы потеряем. Так это еще про санкции речи не шло.